Всем привет, с вами снова славный дружебломов, я славный дружебломов, а вот это вот палтус, одна из самых жирных, сочных рыб, вот верьте или нет, я ее маслом не поливал, она супер мягкая и аж сочится, то есть это маслянистая и нежнейшая рыба. Но, к сожалению или к счастью, у палтуса нет, я бы сказал, очень такого выраженного своего вкуса, то есть ты ешь что-то рыбное, нежное, сочное, вкусненькое, но, например, по вкусу, если это брать как персональную фишку, даже у щуки вкус интереснее, чем у палтуса, поэтому к палтусу нужен какой-то интересный гарнир и интересный соус. Сегодня я покажу вам, как сделать соус том-ям, почему я вот так вот сделал, сейчас объясню. Впереди много праздников, так что подари себе или своей второй половинке праздничный ужин. Видос выходит при поддержке Фудбенд, там самые разные блюда круглосуточно. По всей Москве доставят горячую пиццу из печи, большие порции поке, ну или сеты с роллами. По промокоду обломов25 скидка вообще на все. Для романтической атмосферы бери пиццы Парма Руккола или пикантную груша Блю Чиз, ну и включи фильм, типа Римские каникулы, например. Или возьми новинку, подтай с креветками. И само собой дополни десертами и себе, и даме. Нажимай внизу, вводи код обломов25, скидка на все. Мы возьмем имбирь, чеснок, лимон и возьмем какую-то остроту. Я прикупил обычных острых перцев. Немного сахара, соли, цедру с лимона. Но опять же, почему я сделал вот так? Да все очень просто, настоящего том-яма, настоящего супа том-ям, соуса том-ям, неважно. Не бывает без галангала и листьев кафорского лайма. То есть, это вот ароматы, вкусы. Поэтому, если вы не хотите запариваться вот с этим, с тем, что есть в каждом магазине абсолютно. Просто берите готовую пасту том-ям от того же... У нас брали рекламу. От того же ароиденпер. Просто берите готовую пасту том-ям. Но, если не можете до нее дотянуться, можно сделать очень-очень-очень-очень похожее, повторив мои действия, мои простые действия. Мы будем делать соус том-ямовый на кокосовых сливках. Иногда они продаются жидкие, но прикольно, если вы достанете вот такие вот и разбавите их водичкой до нужной консистенции. А еще лучше не водичкой, а бульоном. Просто столовую ложку жидкого бульона, либо кубик разведите на стакан кипятка. Просто вот так залили, перемешали и окей. Либо, говорю, кубик просто добавляйте. Вот, просто сюда добавляем и доводим до какой-то консистенции средней густоты сливок. Знаете, 22%. Ну, типа вот такая штука получается. Главное, вот эти вот комочки, чтобы растворились, это очень быстро происходит. Вот так. Теперь берем овощичную составляющую. Например, примерно дофига чеснока. Реально целую горсть чеснока нужно очистить. Ну, это за кадром я сделаю. И, собственно, лук. В нормальный том-ям, конечно, лук не идет, но я хочу положить чуть меньше сахара. У меня коричневый сахар. Поэтому я сахар заменю карамелизованным луком. Часть сахара. Половину, по крайней мере. Самое первое. Чеснок, а его здесь, между прочим, вот столько, то есть достаточно в кадр попадает, достаточно дофига. Нарезаем как-нибудь меленько, либо через чеснокодавку давим, либо еще как-то. Но, в принципе, если вы ленивый человек, то вы можете просто взять вот так вот зубчик и сделать вот так. Вся фишка в том, чтобы чесночные масла выходили эффектно. Для этого в масло, само собой. Для этого можно вот так нарезать, а можно, повторяюсь, вот так просто раздавить и все. Острота, друзья мои, это где-то столовая ложка чили перца. Соус будет пикантный, то есть достаточно остренький. Прямо с семками, потому что все равно потом через сито протрем, чтобы соус был такой кремовый, без остатков всякого. Теперь собираем цедру с одного лимона. Это у вас, если 300-400 миллилитров ваших сливок с бульоном, то цедра одного лимона. Именно цедра, то есть только вот эта вот часть, да? Точнее, вот эта вот часть без белой части. Потому что белая часть горчит. Вот так. Оп. 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 Ну, короче, вот такая история, вы поняли. Эта штука, то есть цедра лимона, в наших реалиях будет подобием галангала и кафорского лайма. Не, я мог бы их достать, но меня бы в комментариях тогда начали хренососить больше, чем обычно. Потому что, типа, у нас нет такого в поселке. Да я знаю, что у вас нет такого в поселке, поэтому вот лимон цедра. Ну и основное, это имбирь. Смотрим, чтобы он был чистый. Само собой, все это пройдет термообработку. И либо натираем, либо режем тонко-тонко. Нам нужно грамм 50 тонко нарезанного имбиря. Когда я говорю тонко нарезанного, я имею в виду вот, типа, не знаю, миллиметр. В итоге у нас есть достаточно дофига мелко-мелко нарезанного имбиря. У нас есть острота в виде нашего чили перца. У нас есть лимон, нам понадобится из него сок и цедра снятая. У нас есть дофигища, целая горсть, прям целая горсть чеснока. У нас есть наши кокосовые сливки, разбавленные бульоном и просто лучок. Добавляем маслица, у меня обычный не особо вонючий оливоч. И сначала занимаемся луком. Вот так вот. И достаточно сильно его карамелизуем. Ну не совсем в кашу, чтобы там ничего не осталось, только были коричневые зашкваринки. Но прям золотим. То есть вот лук стал супер мягким и подзолотился. В блендер его. А точнее в комбайн. Это не обязательно. Можно и сразу залить все это дело сливками. Но будет больше вкуса, если пробить потом. Опять маслица и чеснок и имбирь до легкой золотистости чеснока. Вот. То есть еще немножко маслица я добавил. Мы убираем поджариванием на масле из всех овощей борзость. Когда немного подзолотилось, ну совсем чуть-чуть, еще туда остроту. Вот видите, как только чеснок зазолотится значительно, нужно все это дело снимать. Запах стоит просто обалденный. Ну вот, все это дело подзолотилось, собственно. И можно тоже со всем маслом, со всей фигней тоже в блендер. Что же у нас осталось? Во-первых, сок лимона. Помните? Только кости вот так. Сейчас, секунду, секунду. Серега, Серега даже погнал снимать куда-то. Я еще даже кости не вынул. Короче, нужно выжать вот этот чудесный лимон прямо вот так сюда. Вроде кости. Не, нифига, костей еще дофигища. Ну, ничего. Ну, а что? А ты сразу побежал с камерой. Короче, сок этого лимона и цедру фигачим туда. Блин, ну знаете, есть лимоны, в которых не бывает косточек, а есть, в которых дофига косточек. Ладно, пофиг. Цедру сразу туда же. И помните, я сказал, что мы обжаривали лук для того, чтобы меньше добавить сахара. Но сахар мы все равно добавим. Просто 2 столовые ложки вместо 4. Вот и все. Так, раз и два. И пробиваем. В итоге, спустя, не знаю, минуту у нас получается, открывайся ты, вот такая вот штуковина, которую мы возвращаем, мы возвращаем в сковородку. Такая жижа-паста. И немножко тоже обжариваем, немножко прогреваем, прежде чем добавить бульон со сливками кокосовыми. Немножечко вот так прогрели, пока оно подгорать не начинает. Немножечко начало подгорать, поэтому сразу же заливаем нашу кокосовую историю. И кипятим на маленьком огне минут 5-10. Хотя весь вкус уже ушел в сливки кокосовые. В итоге, вся качественная штука, весь качественный вкус уходит в сливки. Но все эти кусочки надо процедить. Получается вот такой вот соус цвета супа том-ям. Можете его еще упарить, если захотите. Что касается полтусяки, господи, какая супер нежная рыба. Ощущение, как будто я режу то ли крем, то ли воздух. Жарится она супер быстро. И тут мы выпендриваться не будем, потому что мы уже повыпендривались с соусом. Немного присолили с каждой стороны. А, так, без фанатизма. Кусочки не очень толстые. Немного приперчили с каждой стороны свежемолотым перцем, само собой. И с другой стороны такая же история. Свежемолотый перец и просто соль, не знаю, какая-нибудь. Вот так вот немножечко. Пару щепоток на каждый кусочек. Жарим на кобздец разгоряченной сковороде минуты по 2-3 с каждой стороны. Но если это вот такое вот филе, оно толщиной там с ладошку или около того. Типа 2 минуты с каждой стороны. Я выбрал антипригарную, чтобы не особо выпендриваться. Можно взять обычную сковороду, подождать корочки, и тогда оно отклеится. Но с этим лучше не экспериментировать, учитывая, что палтус достаточно дорогой и супер нежный. Просто сюда вот так вот маслица на антипригарную сковородочку. Вот так. Ну и, собственно, вот так. Один кусочек. И аккуратненько. Вот так второй кусочек. И так, народ. Вот. Отлично. 2 минуты с одной стороны, 2 минуты с другой стороны. Вот и все. И 2 минуты с другой стороны. Посмотрим. Ну, корочка есть, все дела. Просто отставляем в сторону. Видите, какой мягкий разваливается. Ладно, отставим. У нас супер жирная, вкусная рыба с корочкой и супер насыщенный соус. Поэтому в плане подачи я оригинален не буду. Просто натрамбовываем куда-нибудь риса. Просто вываливаем его вот так вот. Рядом выкладываем полтусятинку вот так вот. И все это дело заливаем соусом. Для того, чтобы рыбу оставить красивой, я залью соусом вот так по бокам. Хотя можно рыбу было и класть прямо в соус. И сверху можно укропа, петрушки, либо немного микрозелени, если вы выеживаетесь. Понимаете, о чем я? Ну, вот так примерно. Мягкость рыбы просто запредельная. Она маслянистая, сочная внутри. Она просто распадается. Рис, ну, понятно. Задача все это смешивать с соусом и, собственно, пробовать. Какая мораль? Я был в Таиланде на Самуи. Я был на Шри-Ланке, на Бали, во Вьетнаме. Этот вкус том-яма, он офигенный. Это блюдо из странного уровня. То есть, пряная, чесночно-имбирная, слегка остренькая, пощипывающая и супер сочная с корочкой рыба. Идеально с рицем просто. Я не знаю, если бы мне сказали, типа, полторы тысячи и вот это. Я такой, окей, хорошо, полторы тысячи и вот это. Не вопрос. Повторяйте смело. Но четких громовок у меня нет. Потому что горсточка того, горсточка того и получается вот этот вкус. Сливочно-кокосового том-яма. С вами был славный дружебломов. Кушайте много, кушайте вкусно. Огромное спасибо всем, кто ставит пальцы вверх. Всем пока.